Шавуа тоу, дорогие друзья, ханука, самея, всем хорошей недели, хорошего света, который нам дает праздник Хануки. И у нас новая недельная глава, называется она Микец. И было к концу двух лет, фараону снилось. Что это за конец? Какой это год? Это год, когда Йосифу исполнилось 30 лет уже. Это год, когда умирает Ицхак. Год 2229. В 2238 мы войдем в Египет. Семья Якова спустится в Египет. Всевышний за то, что Йосиф попросил начальника Виночерфия, чтобы он на нем замолвил слово, чтобы его освободили из тюрьмы, добавил Йосифу два года тюрьмы. Так наши мудрецы пишут. Он должен был там 10 лет в этой яме быть, в темнице, а теперь он там находится уже 12 лет. Фараону приснился сон. Сон такой, что он стоит у реки. Из реки выходят 7 тучных хороших коров, стали пастись на лугу. За ними выходят 7 других коров, тучных, незрачных. Не видывал фараон таких в стране египетской. И стали возить этих коров, и съели коровы точно невзрачные, 7 коров тучных и холеных. И проснулся фараон. Сон очень тревожный он. И заснул. И опять снится ему, что вот 7 колосьев вырастают. Хороших и тучных. 7 колосьев на одном стебле. И тут еще другие 7 колосьев на одном стебле вырастают. Которые были тощие, опаленные восточным ветром. И поглотили тощие колосья тучные. И проснулся фараон. И вот это сон. И написано, что стревожился дух его. То есть не просто сон, ну сон и сон. Нет. Он ему не давал жить. Он не может это перенести. Это страшное дело. Он видел сон. Он видел во сне значение, что это означает. Он все видел. Но не может вспомнить. Не может вспомнить, что это означает. Не может вспомнить значение сна. Он знает его, но не помнит. Это колыхнуло всех мудрецов Египта, всех гадателей, всех сновидцев, всех мудрецов он всех собрал. Там действительно были мудрецы, разных видов и колдуны, и мудрецы, и гадатели, и что угодно. Он их призвал и рассказывает свой сон, и каждый ему говорит свое толкование, и он понимает, что это не то, что он видел, его полностью колотит. Один говорит, ты родишь семь дочерей, семь дочерей похоронишь. Другой говорит, ты семь царств победишь, тебя семь царств победят. Что угодно, только не то, что фараон видел во сне. Но мы знаем, что начальник Виночерпиев не вспомнил о Йосифе, забыл его, он не хотел об этом даже говорить. Но этот сон так добивал фараона, что он готов уже убивать. И там начальник Виночерпиев понял, что если еще немножко он начнет убивать, и он попадет под руку, он понимает, что ему деваться некуда, он вынужден был что-то делать. И он говорит фараону, грехи мои вспоминаю я сегодня, фараон прогневался на двух своих царедворцев, на меня и на начальника пекарей. И был я в тюрьме, и был с вами там молодой еврей, раб начальника палачей. То есть он пытается принизить Йосифа, он понимает, что его могут на какую-то должность поставить, если он расшифрует сон фараону, и может свою должность потерять. Он пытается его принизить, чтобы он никем не назначил, что он сказал, что он не хочет, чтобы фараон на него внимания не обращал. Пытается все силы отдать. Говорит, и вот как он нам рассказал значение наших снов, нам с ним сосон, обои, в одну ночь, и как он истолковал, но так и сбылось. Меня возвратили на должность моему, а его повесили. И приказал фараон привезти Йосифа. И вот тут же вывезли из ямы, он побрился, остригся и предстал перед фараоном. То есть когда исполнилось то время, которое сегодняшний раз значил, его и секунды не держали в этой темнице. Фараон рассказывает Йосифу сон, и он ему сказал фараон. Мне снился сон, а толковать его нет, а я слышал про тебя, что ты понимаешь сон. Что отвечает Йосиф? Йосиф не сказал, что он понимает сон. Он сказал, не я. Всесильно ответил я благо фараону. Разве может человек знать значение сна? Разве какой-то мудрец может определить значение сна? Единственное, наши мудрецы пишут разные вещи на эту тему. Какие бы люди мудрые, они пишут. Самое главное, сны никому не рассказывать. Вот если его не рассказал никому, вот он как пришел, так он ушел. Да, мы можем просить сильного, чтобы ничего этого плохого не означало, просить это мы можем. Ну все. И когда-то были такие вещи, что наши мудрецы, большие мудрецы обращались к человеку, который открывал значение сна. И они говорили, что этот человек говорил, плати деньги, я тебе расшифрую сон. И по-моему, одного звали Раба, а второй Абая. По-моему. Так Раба не платил деньги. И тот ему всегда плохо предсказал. И всегда это плохое сбывалось. Он сильно от этого страдал. А Абая платил деньги. Он у себя хорошо расшифровал любой сон, который у него был. И в конечном итоге Раба этот понял и сказал, что ты за это ответишь. И потом он предстал перед каким-то царем. Неврейским царем предстал этот знаток снов. И тот ему говорит, вот мне сон снился, расскажет сон. Он говорит, оплатите мне. Он говорит, я царя, я тебя оплатить не должен. Ну, ты ему рассказал и рассказал в таком значении, что царю это не понравилось. Ну, раз ты нам дал плохое известие, то тебя и казнят. И казнили его. Вот так вот. Наши мудрецы говорят, как его истолкуешь, так он и работает сон. Вот так вот. Но мы не должны никому рассказывать свои сны. Это очень серьезное дело. Можно об этом много прочитать. Есть специальные книги, которые вещи описывают. Но это не значит. Книга Сефер Хахинук, в частности, это обращает много внимания. Рассказывают их в вещах. Но пользоваться знанием этим, для того, чтобы мы знали значение основы, мы не можем. Вот так вот. Самое главное, никому не рассказывать. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Самуим Бен-Герш, Хая Малкова Тьосиф, Роза Бат-Михаэль, в памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Владир Бен-Григорий, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эсхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Римка, Полина Перв, Бат-Соня Сулла, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двойра Бат-Мириа, Моисин Бен-Ева, Ирина Бат-Войра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Мейль, Евгений Бен-Берт, Евгений Бат-Ида, Афира Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен-Рахель, Шимон Бен-Мира, Фейк Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ирра Бат-Вера, Леор Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бен-Хая-Авива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина. Майя Бат-Года, Ирина Батури, Орона Ре Бен-Ури, За хороший дух, Орона Ре Бен-Двора, Диз Бен-Ахум, Авигаль Бат-Цара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль Алье, Лейб Бен-Лариса, Парнаса и Брют, Ладир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Парнаса, Кавана, Светлой Хануки, Шава-Тол, Всем все самое наилучшее, пусть скоро закончится эта война, Всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15.30. Шалом!